Если вы здоровяк, то у вас есть большой выбор, чтобы одеться. Вы можете быть толстым и неряшливым, или большим и уверенным в себе. Если вы выбирали второе, то это видео для вас. Первым делом, станьте немного злым и скажите «нет неряшливости». Вам нужна противоположная сторона. Вам надо прокачать свой стиль, и не надо, чтобы вам делали поблажки, когда говорят о вашем размере. Многие люди так постоянно делают, когда они смотрят на человека с лишним весом, то они говорят «О, он мог бы легко все исправить, если бы следил за тем, что кладет себе в рот, или ходил в спортзал и занимался». Вы знаете, что это гораздо труднее, и вы все равно стараетесь быть лучше, чем вы есть. Так что вы держите ваш имидж под контролем. Есть один злодей, который мне нравится. Кингпин. Посмотрите, как этот парень одевается. Никто же не говорит про него, что он съел слишком много брауни. Потому что если они так скажут, он их просто сотрет в порошок. Он использует свой размер в свою пользу. Так что, когда он входит в комнату, он вызывает уважение. Так что откажитесь от неряшливости и обратите внимание на детали. Быть достаточно смелым, чтобы стать самым стильным парнем в округе. Итак, большинство ребят не хотят выделяться. Если у вас на 15-20 килограмм больше веса, чем надо, то вы не хотите, чтобы вас замечали, чтобы смотрели в вашу сторону. Но вот вам секрет. Если вы достаточно уверены в себе, и у вас есть достаточно смелости, и если у вас есть что-то интересное для людей, то они повернутся к вам с интересом. Далее поговорим об уверенности. Большинство больших парней потеряли в своей уверенности. Может, они играли в футбол и набрали лишнего веса после того, как вышли из игры. Хорошо, давайте забудем это и взглянем на то, что у вас есть предложить сейчас. Вы, например, хорошо соображаете в цифрах. Фокусируйтесь на том, что вы можете. Подумайте над тем, в чем вы хороши. Все в чем-то преуспевают. Поэтому хватитесь за это и выстраивайте свою уверенность в этом. Далее вам надо практиковаться одеваться стильно. Вы не проснетесь одним утром и не начнете вот так вот сразу выглядеть шикарно и носить стильную одежду. Потому что если вы так сделаете, то вы сразу начнете носить костюм, и вы будете делать ошибки, с которыми вам придется смириться. Поэтому вам предстоит пройти через промежуточный период, в котором вы будете учиться стильно выглядеть. Может, вы прокачаете ваши туфли, затем начнете носить кэжуал костюм. Шаг за шагом вы станете лучше. Создай себе униформу. Униформа – это ваша одежда, которую вы надеваете по умолчанию каждое утро. Так что подумайте, какое послание вы отправляете в этот мир. Вы консультант или адвокат. Может, вы мастер-слесарь. Поймите, что у вас есть униформа, которая говорит за вас. У вас есть своя униформа, которая отвечает вашему делу. Вы начинаете носить пиджак. Да, все, может, ходят в рубашках и работают из дома. Но вы тоже понимаете, что если вы встречаетесь с людьми в офисе, то вы хотите показать себя с лучшей стороны. Так что прокачайте вашу одежду, которую надеваете по умолчанию, и люди заметят разницу. Поймите, что размер это король, и подгоните всю одежду под свой размер. Первое, с чего надо начать, это разбираться в размерах. Очень многие парни на самом деле не понимают этого. Какая одежда им по размеру? Многие крупные парни, знаете, что они делают? Они покупают одежду, которая слишком большая. Потому что они думают только о том, чтобы уместиться в одежду, и забывают про другие участки тела. Да, они находят пару джинс, которые сидят на них в ляжках, но немного большие на поясе. И они просто стискивают все ремнем. Проблема таких штанов в том, что они непропорциональны, и выбиваются во многих местах. Поэтому вам надо взять их и отнести мастеру, чтобы он их подогнал под вас. И, конечно, не забываем укоротить свои штаны. Многие ребята покупают себе оверсайз брюки, и они длиннее, чем надо. Они просто забивают на это, и потом на пятках появляется бахрома. Ребята, это очень плохо. Укоротите свои штаны. Меньший размер. Снова, так много крупных людей, они идут и пробуют на себе разную одежду. Они надевают на себя рубашку XXL и такие, «О, она мне подходит». Но она как бы слишком велика. Возможно, вам бы подошла L-ка или, может, XL. А может, вам хочется попробовать новый бренд, который будет лучше сидеть на вашем типе тела. Итак, следующий пункт. Если вы одеваетесь стильно, подберите себе брюки, которые будут, естественно, сидеть у вас в поясе. И вам нужны подтяжки. Если у вас есть пара брюк, которые сидят у вас высоко в талии, то пояс находится ближе к пупку. Подумайте, когда вы затягиваете ремень, то вы стискиваете вот тут, что приобретает фактически вот такую форму. Поэтому наши штаны падают вниз. Почему бы вам не решить эту проблему раз и навсегда? Начните инвестировать в брюки, которые на вас хорошо сидят. Вы даже можете взять себе брюки, которые сидят более низко, и добавить к ним подтяжки. Это тоже сработает. Но я бы все же рекомендовал поискать брюки, которые будут сидеть повыше, и подтяжки на пуговицах, которые крепятся к внутренней стороне брюк. Я озвучу это по-любому, хотя не думаю, что надо. Избегайте узкой одежды. Узкие галстуки, узкие джинсы и узкие лацканы. Просто скажите нет. Почему вам надо избегать узкой одежды? Это хороший вопрос. Все дело в пропорциях. Когда мы смотрим на большого парня, как мы понимаем, что он гигант? Мы это понимаем по пропорциям между его головой и телом. То же самое мы понимаем по парню, который очень маленький. Что голова этого человека в пропорции к его телу слишком большая. Поэтому вам стоит внимательно отнестись к пропорциям. Когда вы собираетесь купить себе рубашку, то вам надо обратить внимание на воротник. Не выглядит ли он слишком маленьким. Когда вы смотрите на маленький размер или на очень большой размер, используют ли одни воротник одного и того же размера? Это плохой знак, поэтому я рекомендую большим парням делать себе одежду на заказ, когда речь идет о рубашке или о костюме. Потому что они изготавливают лацканы, карманы и все что угодно более пропорциональным к вашему размеру. Но если вы не можете себе этого позволить, тогда можете поискать бренд, который это делает. И это следующий пункт. Вам надо найти магазины и бренды, которые работают с большими размерами. И если у вас, ребята, есть такие магазины или бренды, то пишите в комментариях. Мне интересно это узнать, друзья. Но поймите, что вам нужна такая одежда, которая соответствует вашему размеру. На самом деле, лучше пойти в местный магазин для мужчин. Многие из этих магазинов очень хорошо разбираются, потому что они работают каждый день с парнями, у которых есть проблемы с одеждой, и они помогают им решить эти проблемы. Примеряйте одежду, и это очень важный момент, потому что вы никогда не знаете. Хм, это выглядит хорошо на мне. Даже никогда не мог подумать, что такой кардиган может выглядеть хорошо на большом парне. И давайте теперь поговорим о вашем силуэте. Ваш силуэт это не размер, он ближе всего к пропорциям. И это то, что мы прорабатываем в самом начале. Вы хотите выглядеть выше и более утонченно. Как вы это можете сделать? Какие вещи можно привнести? Давайте к делу, первое, это шляпы. Да, немногие носят шляпы сегодня, но широкий парень, который надевает шляпу, будет выглядеть выше. И давайте не будем забывать про обувь. Ботинки, обувь с каблуком. Вам надо использовать такие, потому что мы хотим добавить в высоте нашего силуэта. Я уже говорил про пиджаки и спорт пиджаки. Выглядят потрясно на многих парнях. Или кэжуал костюм. Но давайте обсудим другие вещи, которые можно использовать. Кардиган. Это не пиджак, но опять-таки он может создать очень хороший вид. Вы можете использовать кожаную куртку, или можете попробовать джинсовую куртку. Все это должно быть ниже линии пояса. Давайте теперь обсудим цвета. У нас есть контраст и есть монохромный вид. Монохромный вид – это когда наш верх и низ одного цвета, и создают такой целостный вид. Они не должны прямо точь в точь совпадать. Вы можете выбрать пару черных брюк и серый пиджак. Вы можете надеть голубой пиджак и темно-бежевые брюки. В таком случае вы получите довольно гладкий внешний вид, при том, что цвета не совсем совпадают. Также у нас есть высокий контраст, и тут следует быть аккуратнее. Потому что если вы надеваете белую рубашку с черными брюками, и у вас есть ремень прямо посередине, как думаете, куда все будут смотреть? В то место, где цвета сходятся? И тут очень много больших парней допускают ошибку, потому что наши глаза будут привязаны к линии их пояса. Вместо этого наденьте пиджак. Вам нужно сделать так, чтобы глаза ходили вверх-вниз вместе с цветом. Итак, следующие две зоны, где большой парень может получить преимущество, это волосы на голове и растительность на лице. Вам просто надо выработать нерушимые стандарты, потому что вы не хотите давать людям повода думать, что вы неряха. Поэтому вам надо быть аккуратнее с бородой и волосами. Дважды в месяц вам надо навещать барбера. Минимум каждые три недели. Поэтому запрограммируйте это. Ходите к своему мастеру, давайте ему чаевые. И следите за тем, чтобы он делал свою работу и следил за вашим стилем. Может, добавил объем вашим волосам. Потому что это сделает вашу голову больше. Ваша голова в пропорции к вашему телу может быть больше. А что, если у вас нет волос или вы лысый? Тогда переводим внимание на растительность на лице. Вы можете отрастить себе бороду. Длинное лицо тоже создает привлекательный внешний вид. Я вижу много мужчин, которые опускают себе бороду и выглядят круто. Потому что борода очень хорошо прячет второй подбородок. Так что, если у вас немного жирка на шее и щеках, тогда можете отрастить бороду. Это будет выглядеть очень круто. Если вы посмотрели сегодняшнее видео, и вы небольшой парень, спасибо вам большое. Я знаю, что здесь были крутые советы, но у меня есть для вас очень крутое видео вот тут. Как одеваться для любого типа тела. У меня для вас есть вот это видео, так что переходите на него, ссылка будет в описании.